Он дружил с Валерием Харламовым и вместе с ним прошел через тяжелейшие испытания. Отказался бежать из СССР в Северную Америку и заслужил уважение всего советского хоккея. История человека, которого в последние годы заслуженно называют легендой номер два. Тема нового выпуска – Хокке Хистори. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, и тогда вы точно ничего не пропустите. Ну а сейчас заводим хоккейную машину времени. Поехали. Харламов отбирает его на белую линию. Есть длинный шоккейн, и они найдут шоккейн! 2-10, шоккейн на белую линию. Год 1947 в январе был сконструирован автомат Калашникова. АК и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире. Он включен в книгу рекордов Гиннеса. Насчитывается более 100 миллионов единиц этого автомата. Он состоит на вооружении 106 стран мира. К этому типу, включая лицензионные и нелицензионные копии, а также сторонние разработки на базе АК, принадлежит до одной пятой всего имеющегося в мире стрелкового огнестрельного автоматического оружия. В апреле в Амстердаме родился один из величайших футболистов всех времен – Йохан Кройм. В качестве игрока он завоевал со сборной Голландии бронзу чемпионата Европы и серебро чемпионата мира. Первым в истории стал трехкратным обладателем золотого мяча. В роли тренера выиграл кучу трофеев с Барселоной, его персона ассоциируется со стилем игры под названием «Тотальный футбол». В июле французский режиссер Жан Вилар впервые организовал авиньонский фестиваль. Фестиваль проводится до сих пор, его главная площадка представляет собой открытые подмостки в глубине двора бывшего папского дворца. Сам двор служит зрительным залом. Представления проходят под открытым небом, занавес и декорации отсутствуют. В ноябре состоялась премьера фильма «Джентльменское соглашение. Американская художественная драма» была снята режиссером Элия Казаном по одноименному роману Лауры Хоббса. В центре повествования молодой независимый литератор, пытающийся привлечь внимание общества к социальным проблемам и выдающий себя за еврея с тем, чтобы написать ряд статей об антисемитизме и взглянуть на трагедию народа без родины глазами еврея. Картина взяла три статуэтки «Оскар». Лучший фильм, лучший режиссер, лучшая актриса второго плана. В декабре американскими инженерами Джоном Бардином и Уолтером Браттейном из группы под руководством Уильяма Шокли проведен прорывной эксперимент, позволивший создать первый действующий биполярный транзистор. Он применяется в электронных устройствах для усиления или генерации электрических колебаний, а также в качестве коммутирующего элемента. В том же 1947 году в Москве родился Александр Гусев. В будущем олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, семикратный чемпион СССР. Он не был ярким хоккеистом, способным пачками вколачивать шайбы ворота соперника или раздавать изящные голевые передачи. У защитника ЦСКА и советской сборной имелись другие преимущества, которые делали его незаменимым. Гусев отличался жесткостью и неуступчивостью, способностью дать отпор любому, даже самому выдающемуся нападающему сопернику. Отец Александра был музыкантом в краснознаменном ансамбле песни и пляски Александрова. Но Гусев-старший категорически не хотел, чтобы сын шел по его стопам и посвятил свою жизнь искусству. Поэтому в одной из заграничных поездок он купил еще совсем юному сыну новые коньки и начал приобщать его к спорту. В первое время будущий защитник армейского клуба катался на твердом снегу и сразу стало заметно, что это занятие пришлось ему по душе. Вскоре отец стал водить сына на разные московские катки, на которых будущий хоккеист с усердием оттачивал новые навыки. Интересно, что Гусеву далеко не сразу удалось попасть в сильнейшую школу СССР – ЦСКА. Тренер Борис Афанасьев отказал юному фанату хоккея, поскольку искренне считал, что тому еще рано играть за армейцев. Но в конце концов мальчик все-таки был зачислен в секцию и начал свой путь к вершинам советского хоккея. В этом ему помогли тренер Андрей Старовойтов, поставивший будущему защитнику прекрасное катание, и тандем Вячеслав Тазов-Александр Черепанов, прививший юному хоккеисту основы командной игры. В школе ЦСКА Гусев сдружился с другим молодым и подающим надежды хоккеистом – Валерием Харламовым. В дальнейшем пути двух друзей еще не раз пересекались. В частности, их обоих отправили в Чебаркуль, чтобы в составе местной звезды юные таланты набрались опыта и лучше подготовились ко взрослому хоккейю. С Валерой мы всегда отношения сохраняли нормальные. Чебаркуль сплотил. Там и остальные ребята нормальные были. А болельщики вообще как-то после матча вынесли нас с Харламовым на руках. В Чебаркуле тогда ни одного ресторана, поэтому я сказал, мол, несите до магазина. Ссадили раньше. Оба игрока своим шансом воспользовались, не только влюбив в себя чебаркульских болельщиков, но и заслужив возвращение в состав сильнейшего клуба страны. Дебют Гусева в большом хоккей состоялся в сезоне 65-66 в матче против московского «Динамо». Тарасов говорит перед игрой, Саша, готовься. Сижу, готовлюсь. Первый период проходит, второй, третий, а я все готовлюсь. Вдруг Тарасов произносит незадолго до конца, когда было уж ясно, что матч выигран. Молодой человек, сейчас выходите. У меня сердце как воробей. Затрепетало, разволновался. Первый матч, не шутка. Та встреча стала судьбоносной для Александра. Благодаря удачному дебюту он заслужил расположение великого и порой ужасного для своих хоккеистов Тарасова и задержался в главной команде страны на следующие 10 лет, выиграв 7 золотых медалей чемпионата и 3 Кубка СССР. Что интересно, Гусев не восхищал ни идеальным катанием, ни сумасшедшей техникой. Он был олицетворением слова «эффективность». Каждое движение несло в себе максимальную полезность, но при этом большинство из них оставались незаметны для неискушенного зрителя. Без таких игроков невозможно построить чемпионскую команду. Его запомнила вся страна. Если говорить о нем как о хоккеисте, то это был выдающийся игрок. Хоккеист высшего класса, одаренный от природы. Я его знал много лет. Наши карьеры развивались параллельно, встречались в разных местах. Я считаю его лучшим защитником поколения 70-х годов. Он себя проявлял на высшем уровне неоднократно. Могу в качестве примера привести его пару с Васильевым, которая была на протяжении длительного времени сильнейшей в нашем хоккее. Как игрок он был исключительный по своим возможностям и классу игры. Рассказывал об Александре вратарь Александр Пашков. Олимпийский чемпион идеально пользовался своими габаритами. Благодаря большому росту и длинным рукам он легко отбирал шайбу у соперников, а сила и мощь помогали Гусеву размазывать противников у бортов. Отдельно стоит отметить пушечный бросок защитника. От его выстрелов пострадал далеко не один голкипер, а полевые игроки не горели желанием подставляться по щелчок второго номера ЦСКА. Гусев обладал удивительным умением быть жестким защитником-домоседом и при этом регулярно забивать. В 313 матчах в рамках чемпионата СССР он забросил 64 шайбы, а в составе национальной сборной оборонец отличился 12 раз в 42 встречах. Неплохая результативность для хоккеиста, главная сдача которого заключалась в устранении опасностей у своих ворот. Александр Гусев был далеко не последним человеком в жизни Валерия Харламова, поэтому без упоминания защитника в фильме о его партнере никак нельзя было обойтись. Но после прочтения сценария легенды номер 17, великий оборонец не хотел ассоциироваться с этой картиной и запретил использовать в ней свое имя. Поэтому экранным другом Валерия стал хоккеист с фамилией Гуськов, а не Гусев. «Фильм я видел один раз, в кино не пошел, купил диск. Многое приукрашено. Тарасов никогда не ездил провожать сборную в Канаду, целоваться с кем-то. Харламов попал в аварию не в 72-м, а позже. И на каких тросах в Чебаркуле мы не висели, это просто смешно. Гуськов на меня похож. А дело было так. Прислали сценарий, читаю, читаю. Получается, будто мы с Валеркой в Чебаркуле только забавами уевались. Да вот купили. Я возмутился. И меня вычеркнули. Вписали Гуськова. Ну и сценарий, слава богу, подчистили. Особняком в карьере Гусева стоит Суперсерия 72. Он принял участие в шести матчах. В первой московской игре отметился заброшенной шайбой. А еще получил предложение бежать из СССР в Северную Америку. Предложение, которое семья Александра даже не стала рассматривать. Слухов было полно вокруг советских хоккеистов. И мне после Суперсерии подбросили домой в почтовый ящик конверт с приглашением в НХЛ. Нулей в графе зарплата было много. Если б кому-то из чиновников письмо попалось на глаза, я бы сразу стал невыездным. Поэтому батя сказал, Саня, ты ничего не видел. Разорвал на мелкие кусочки и спустил в унитаз. А вот один из самых скандальных эпизодов в карьере Гусева случился на турнире на приз «Известий». Во время атаки Александр со всей силы бросил поворотом, но не попал в створ. После чего прямо в лицо защитнику прилетел удар. Агрессором выступил нападающий чехословацкой сборной Богуслав Частный. Разумеется, ведущий оборонец советской команды не мог проигнорировать столь дерзкий выпад со стороны соперника. Гусев в два удара уложил соперника на лед, Частный покидал площадку на носилках. После окончания матча стало ясно, что этот скандал станет международным, а Александру не удастся избежать неприятных последствий. По возвращению в Москву, тогда турнир на приз «Известий» проводился в разъездном формате, его дисквалифицировали и лишили звания заслуженного мастера спорта. Но через год, благодаря министру обороны и члену политбюро Андрею Гречко, хоккеиста амнистировали и вернули ему все звания. А Частный, чувствуя свою вину за тот инцидент, в Чехословакии накрыл для Гусева стол. Советский защитник с огромным удовольствием принял извинения нападающего, и все старые обиды тотчас были забыты. Год меня никуда не выпускали, а про Чехословакию сказали «забудь навсегда». Но тут Гречко заинтересовался, что это Гусев за сборную не играет? Да чеха избил. Правильно сделал. Тут же мне все отобранное вернули. Амнистировали. Следующего визита в Прагу я ждал с опаской, но с Частной после игры накрыл шикарный стол в гостинице, пригласил к себе в номер меня, Васильева, еще ребят. «Пойдем, — говорит, — выпьем». Словно ничего и не было. Понимал. Сам виноват. Ну а лучше других о легенде номер два могут рассказать только его партнеры и соперники. Для начала предоставим слово армейцу Сергею Бабинову. В двух словах о нем не скажешь и не раскроешь. В разные годы он был разным человеком. Во время спортивной карьеры он был трудолюбивым, честным, немного по-спортивному злым. Когда закончил карьеру, был добрым, порядочным, всегда приходил к друзьям на помощь. Замечательный человек. А теперь вспомним слова спартаковца Федора Конорейкина. Это игрок нашей славной плеяды. Игрок той настоящей машины, которая крушила всех и была очень волевой и мастеровитой командой с характером. Гусев — игрок бесстрашия, с очень хорошими техническими навыками. Боец, устрашающая сила нашей легендарной команды. Я вспоминаю те времена, когда нашим соперникам была очень сильная плеяда сборной Чехословакии. Гусев тогда был тем устрашающим столбом нашей сборной, который наводил панику в ряды соперников. Это был не только очень сильный и великий хоккеист, но самое главное, что это был скромнейший человек в жизни. Он не пиарился, но среди своих коллег пользовался безграничным уважением. На сегодня это все. Совсем скоро мы вместе с вами продолжим вспоминать историю советского и российского хоккея. С ее победами и провалами, скандалами и подвигами, героями и неудачниками. Чтобы ничего не пропустить, не забудьте подписаться на канал, позвонить в колокольчик и поднять палец вверх. А еще помните, историю не стоит переписывать. Лучше ее пересматривать. Пока!